друзья это гитарная вальхала номер четыре и сегодня мы будем говорить о том как заниматься на гитаре ну в принципе про гитару да у тебя наверное много вопросов на эту тему я тут я вообще я все ждал 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 когда этот эпизод будет когда наконец как правильно заниматься на гитаре потому что вопросов куча и он посвящается тебе этот эпизод потому что он исходил от тебя исходил конечно от многих наших других подписчиков которые задавали этот вопрос как же все-таки правильно заниматься на гитаре но ты был основной я надеюсь что я задам все вопросы которые есть у людей в головах сейчас но мы вас просили задавать вопросы под видео и если бы вы задавали то здесь бы они были но так как пока вас ничего не интересует но вы не стесняйтесь выпуски еще идут поэтому вперед пишите комментарии и задавайте вопросы которые будут озвучены в этих выпусках кстати кстати друзья вы можете мне их присылать на email то же самое потому что в комментариях я могу пропустить и то же самое иван может пропустить но мы с большим удовольствием будем отвечать на ваши вопросы даже в нашей же передаче в конце мы как такую вот оставим какой-то промежуток для специально для того чтобы мы ответили на ваши вопросы так что не стесняйтесь задавайте вопросы мы их ждем но переходим непосредственно к теме как бы когда занимаешься на гитаре понятно что с возрастом тебя очень мало появляется появляется времени когда ты можешь заниматься поэтому это время надо провести максимально эффективно и так как когда ты подросток ты не очень этим задаешься вопросом ну просто сидишь себе причисто если ты серьезный товарищ серьезно настроенный то вот тебе надо прямо максимизировать это это время и первый мой вопрос это если больше чем одна гитара то как какую надо брать какой не дотянул ну во-первых надо начать с той который у тебя есть всем принципе понимаешь если у тебя много гитар то разумеется у тебя выбор большой но дело в том что ты если начинающий музыкант и не всегда можешь определить вообще насколько гитара отличается одна другой трудно понять ну какие-то наверное ощущения гитары все-таки присутствует даже у начинающего музыканта будущего музыканта нету начинающего гитариста будем называть вот понимаешь я всегда говорю что возьмите гитару который вам будет удобно который вам прежде всего нравится если она нравится понимаешь вот дети когда у меня еще занимались они всегда выбирали себе какой-то инструмент я им показывал многие другие они говорят о это мне нравится вот с этого надо начать нравится тебе инструмент значит надо его взять эту гитару ну знаешь конечно скажем бюджетные инструменты не всегда качественные бывало такое что мы даже покупали каким-то мальчиком гитары они были не очень качественные в конце концов трудно расстраивались постоянно и какие-то проблемы всегда возникали даже для меня который я человек который возьму эту гитару в руки и буду с ней что-то возиться мы купили даже какую-то там кирк хэм это модель детскую версию просто для одного мальчика специально потому что он любил металл вот но гитара оказалась такая весьма знаешь не хорошая я не перестаю завидовать детям современным есть гитара кирка хэм это детская детская да у меня только было не вспоминай не вспоминай время сейчас буду плакать а но вот в моем случае получается у меня благодаря тебе у меня теперь есть вошборн поздравляю я не успел тебя еще в эфире поздравить тебя с такой с таким приобретением кстати он купил лучший вошборна которым я его назвал лучшим да параллакс с 20 да я под подтверждаю это лучший вошборн который у меня когда-либо был ну и первый вошборн твой да но я уверен что другие пробовал уверен у меня радикально получается ощущения какие я начиная с начала этого года с января вот как руат со своего дня рождения я посвящаю занятиям на гитаре очень много времени ну в моем понимании для взрослого возраста это каждый день каждый день я стараюсь не заметил выделить два два часа сто процентов когда есть возможность четыре ну а если есть еще больше времени то еще и больше но весь смысл в том что я все это время вкладывал либо фендер акустика у меня есть модель 300 c и наконец-то я посмотрел т-300 c и c и т-бакет и такой дредноут и у меня ласпол студия и вот с января по май я занимался на ласполе большая часть времени занятий все время ласпол как только я получил вошборн я уже на ласполе не занимаюсь она всегда так происходит да и тут даже не дело в том что мне больше вошборн нравится но вот как-то проще стало все стало проще не знаю как плюс у тебя прибавилась ручка там еще можно я заметил когда ты мне показывал же как ты ею дергаешь там это очень хорошо и вроде бы даже тоже не в ручки дело но как все вместе вот эти вот лады шредерной гитары это гораздо удобнее для занятий вот именно для занятий даже если в ласполе я продираюсь через упражнения просто вот прямо насилие из-за этого грифа который специфический достаточно специфический я думаю думал что это мне как-то помогает то есть у меня есть шиза что вот если я на ласполе занимаюсь типа вот дальше я буду лучше играть на других каких-то гитарах потому что ласпола я не знаю откуда это берется что-то лучшая гитара да но я полагаю что вот если бы у тебя был выбор все у тебя все время выбор но ты же как бы не занимаешься так вот занимается занятие занятие прямо ты бы из как из вот этих гитар какой бы тебя дел ты знаешь каждый раз стараюсь брать какую-то другую гитару в руки во первых я не хочу игнорировать свои инструменты они не должны просто здесь висеть на стене ради своей красоты и ради облагораживания моей студии в принципе они мне нужны для работы мне нужны они для того чтобы я мог выражаться на каждой гитаре немного по-разному вот выразиться в музыке что ли потому что гитара это все-таки инструмент который несет какую-то определенную не просто визуальную идею а вот она выглядит вот так как мы ее видим берем в руки но когда ты берешь ее в руки и она тебе дают какую-то идею свою не знаю у каждой говорит о чем-то другом немного другом вот несмотря на то что это инструменты к то через которые мы выражаем себя правильно но несмотря на это они нам диктует какие-то свои условия понимаешь они всегда мы сталкиваемся с тем что каждый инструмент ты берешь и что-то ты вдруг хочешь играть какую-то определенную музыку на этом инструменте он тебе сразу дает какой-то тон причем это происходит мгновенно потому что это живой инструмент это живой инструмент это живое как бы переходящие к нам через наши руки с контактом с этой гитарой переходящие в то что мы вот в конце концов начинаем играть как мы и что мы играем как мы себя выражаем на это на данной гитаре я для себя это очень давно понял и вычислил что на каждом инструменте играется очень по-разному то есть мы играем по-разному это заблуждение если вот я буду насильственно брать им на акустику для занятия нет это очень правильно я кстати считаю что в принципе самом начале можно начать с акустической гитары но на ней честно говоря труднее потому что струны жестче гриф не такой удобный как на электрической гитаре но есть и и другая сторона этого дела и заключается в том что на акустике ты меньше будешь чувствовать этих погрешностей грязи которые на электрике ты сразу начинаешь их слышать шумящие ноты вокруг которые мы создаем электрика увеличивает громкость всего того что как мы играем если мы грязно играем если мы не умеем глушить ноты то на электрике это просто становится невыносимо тяжело поэтому акустика в этом смысле лучший вариант потому что на акустике все-таки какой-то определенный звон струн в окружении там каких-то нот это не так страшно это так не 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 кажется что вот какой ужас или как же он играет как же он так играет грязно что просто щит пердит но классно да вот типа этого поэтому принципе я всегда предлагаю всем начинать на акустике а потом через время скажем в течение года уже переходить на электрическую гитару и электрика разумеется они все говорят ой как же на ней легче до того момента пока не сознание не говорит ой блин а я же играю так грязно у меня ведь все ноты вокруг звенят и что-то там такое как ты сказал не буду повторять это слово до трещит скажем вот поэтому я тебе могу сказать что акустика хорошее начало и в принципе даже советую очень многим заниматься вот так знаешь вот позанимался скажем на акустике и я имею ввиду человеку который уже играет на инструменте в принципе не забывать акустику не забывать электрику переходи возвращайся туда-сюда вот от одной гитары к другой потому что они тебе диктуете дают новые какие-то скажем элементы занятий которые просто могут происходить либо на акустической гитаре либо на электрической гитаре они совершенно разные вот инструменты несмотря на то что те же самые шесть струн те же самое то же самый настрой гитары но совершенно другая игра и другой результат музыкальный который мы играем на этих инструментах и 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 отлично ставим галочку потому что я так и делаю я иногда перехожу то на акустику то на одно из электрогитары. Студио, конечно, меньше уделяем внимания в последнее время. Не забывай про нее. Она стала лучше звучать. Когда я перехожу с Вошборна на студию, я начинаю... То есть я очень страдал, что как-то грязновато было на Вошборне, как я играю. А потом начал играть... Вернее, на Вошборне на студию. Когда я играл, думал, что-то опять звенит. И на Вошборне поиграл, как-то вот получше так чуть-чуть по-другому рука стала. Опять же, возможность использовать рычаг для упора по твоему совету, для того, чтобы если занимаешься и рычаг все время находится в руке, то рука правая автоматически становится... Привыкаешь к нему. Как бы привыкаешь, да. Мало там вариаций, где можно пойти что-то не так. А потом это просто переносится на студию и сразу лучше звучит. Но важный вопрос, который меня еще интересует, это медиатор. То есть, выбор толщины медиатора. Для меня это было тоже важно. Вот как правильно подойти к этому вопросу? Ну, ты знаешь, смотри, если ты играешь на акустической гитаре, я тебе очень рекомендую взять более мягкий медиатор, чтобы у него была гибкость в этом медиаторе. То есть, ты, когда играешь определенный ритм, чёс какой-то там гитарный, скажем так, по всем струнам вводишь, гибкость медиатора сразу сделает этот звук намного облагорожить его. То есть, он сделает его более ярким, более открытым, как-то более звенящим, что ли. Жесткий медиатор, во-первых, он тебе не дает возможность легко продвигаться вниз-вверх по струнам, потому что он жесткий. Ты понимаешь, у него нет гибкости, у него нет вот этого. Знаешь, как будто струны не смазаны на этом самом, на медиаторе. Их надо смазать для того, чтобы они легко прокатился медиатор вниз-вверх. И вот это очень важная сторона и элемент. Поэтому я выбираю на акустических гитарах весьма тонкий медиатор. Только если ты играешь сольно что-то, уже тонкий медиатор, он не выхиливает эти все быстрые, скажем, какие-то моменты, потому что он слишком много гнется. Тут обратное немножко. Тебе нужно, чтобы просто медиатор был более жесткий. Но ты учти, что ты когда играешь на акустике, когда играешь в ритм, у тебя носик вот этого самого, или как медиатора сам, он более длинный. Ты играешь более размашисто, поэтому ты его не держишь вот таким маленьким кончиком вот здесь под пальцами. Ты вводишь его более таким, знаешь, большим количеством его тела самого медиатора. По всем струнам идет. Вот. А когда играешь сольно, это наоборот. Ты оставляешь маленький кончик. Этим кончиком ты играешь, и ты за счет этого контролируешь, насколько твой медиатор опускается между струнами. Ведь задача, чтобы он не попал туда между струнами, чтобы ты потом вытаскивал ее из под струн, потому что она тебе будет мешать переходить на другую струну, правильно? Логика в этом заключается. Поэтому здесь тебе нужно просто маленький такой кончик, через который ты играешь какие-то сольные моменты, мелодию какую-то. Ну, вот у меня есть комментарий к этому в плане того, что в зависимости от силы разная толщина прогнется по-разному. Я понял, что, например, вот ты говоришь, тонкий. И для меня было, ну, посмотрел пару видео в интернете, там говорят, тонкий это один миллиметр. А для меня... Нет, это жесткий. Это жесткий. Это очень жесткий. Меньше одного миллиметра, это вот тоньше. То есть, если, в принципе, говорить, вот прямо размер какой вообще-то, я 0,68 пользуюсь. Вот, к примеру, вот мои эти графтеки вот здесь стоят. Вот графтек. Вот у меня 0,68. Это отличный для моей электрической гитары, отлично для акустической. То есть, это, в принципе, 0,88 иногда тоже я играю. Очень... Вернее, очень часто играю на 88, потому что они чуть пожестче, и мне дают возможность... Но в нем все равно присутствует гибкость. Я не люблю абсолютно, 100% жесткий медиатор. Вот, скажем, здесь у меня стоит вот такой данлоп, вот с таким носиком. Вот я даже его так покажу, да? Вот. Совершенно 0 гибкости. То есть, я пытаюсь со всей силы его согнуть, и нереально. Острый носик, посмотрите, какой. Ну, это определенно для какого-то там звучания. Определенно. Представляешь, ты проходишь по струне очень острым кончиком этого медиатора. Совершенно другой звук. Совершенно другой контроль его. Совершенно другая игра из-за того, что вот медиатор вот такой. А если говорить про электрическую гитару, то, в принципе, понимаешь, я играю, вот, как я уже сказал, 0,68 мне подходит, устраивает. И я считаю, что это очень хороший вариант для электрической гитары. И 0,88 это в том случае, когда ты играешь сольно, играешь очень много переменного штриха и очень много такой жесткой игры, и тебе нужно, чтобы меньше гибкости было. То есть, меня устраивает 0,88, но один уже для меня уже совсем жесткий медиатор. Поэтому я их меньше рекомендую. Во всяком случае, это мой взгляд на то, какими медиаторами надо пользоваться и как, считаю, лучшим было бы для любого из вас. Начинающий, не начинающий, профессиональный музыкант. Медиатор играет очень большую роль в том, как мы, в принципе, как результат звучим и как мы играем. Потому что это... Мы сейчас живем в разное время, когда они есть в доступе, эти медиаторы. Я вспоминаю в молодости моей, опять же, вспоминаем история всегда, она говорит обо всем. Мы сами себе вырезали из каких-то там пластиковых, из каких-то там откуда-то доставались вот эти медиаторы, потому что не было. Те, которые покупались... Был такой период, когда в магазинах можно было их купить. Это, по-моему, ближе к концу 70-х годов. Те медиаторы, они были очень тонкие, чаще всего. И для акустической... Ну, они просто два раза сыграло и просто сломало его пополам. Просто он тут же... В общем, как-то такой период был. Вот. И медиатор для нас была всегда большой проблемой. И мы не знали, какие лучше, какие хуже. Какие есть, вот тем не играли. В принципе, и такой подход может быть ко всему. Вот какой есть... На концерте такой думал, господи, хоть бы меня кинул кто-то медиатором. Радиатором. Медиатором. Киньте в меня, мне будет чем играть. Ну, в наше время никто не кидал медиатором. Ты что? В кармане у гитариста было всего пять медиаторов, скажем там, да? И вот на этих пяти медиаторах он должен был сыграть всю свою гастроль, понимаешь? Не дай бог, он потеряет один медиатор. Это было трагедией. То же самое, что как порвешь струну на сцене. Это просто было трагедией на концерте. Все, что ты делаешь. Просто надо, во-первых, менять на одной единственной гитаре, которую ты возишь с собой, струну во время концерта, когда коллектив должен выступать. Такие нюансы возникали. Тяжелое, суровое, прошлое. Прошлое. Как я решил этот вопрос, я накупил ассорти, вот это вот данлапа, которая от самого низа до трех миллиметров, потому что сейчас у нас этот тренд в интернете. Знаешь, я уверен, ты видел эти видео, которые надо высекать, все ноты надо высекать, они все должны. Я играю там, у меня был 0.88, в общем, для всего был 0.88. Как раз отличный вариант. Для электрогитары. Но я купил себе, беру 3 миллиметра, ух, высекается сразу, только звук кошмарный, но высекается, высекается, да. Ничего не гнется. В итоге остановился, все-таки на электрике я играю на полтора миллиметра. Как-то вот сейчас 0.88 стало мягковато. Мягковато, да. После того, как я все попробовал. Ты представляешь, да? Ну, посмотрим. Теперь я пересмотрю этот вопрос, надо снова вернуться к 0.88 и подумать. То есть я задал, направление задано, да? Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук эффекта. Вот это самая тема, которая будоражит меня тоже, потому что, ну, если мы на акустике играем, там все понятно, но если мы играем на электрике, как вот, каким звуком правильно настраивать гитару, чтобы заниматься, именно для занятий? Я слышал распространенное мнение, что нет лампового усилителя, все, ты не учишься ничему хорошему, да, какой бы у тебя там звук не был, как только ты подключишься в ламповый усилитель, все будет, все, ты не сможешь играть, надо вот заниматься точно на ламповом усилителе. Миф, не миф, надо рассеивать. Не, совершенно, я так никогда не считал, я этого как-то не заметил, во всяком случае, за период обучения игры на инструменте я не заметил вот какого-то такого, какой-то проблемы, куда я включался. И, в принципе, если у тебя в пальцах уже есть, они развиты, у тебя есть мышечная система твоих пальцев, есть левая, правая рука, которые, в принципе, нормально могут исполнять, то, в принципе, ты быстренько перестроишься под, ну, в данных условиях, условиях там усилителя, лампового, нелампового, еще чего-то. Я играл вообще в радиолу в свое время, вот, и мне это тоже нравилось, мне, ну, это ламповая радиола, кстати, была, регон, да, так что это было отлично. Потом включился в усилитель электрон, ламповый, тоже 10-ваттный усилитель, весьма хороший, красивый звук был у меня, правда, эта ленинградская гитара фонила все время, ну, я даже с этим искал, я бы уже начал понимать, что, оказывается, надо отворачиваться от этого усилителя, не стоять декой прямо вот направленно, причем это ленинградская, она полуакустика, вот, я когда стоял, вот, смотрел на усилитель свой, она все время у меня фонила, просто фонила, как микрофон фонила, просто чистым, вот, и звукосниматели были же такие, в общем-то, весьма, такие микрофонистые, скажем, они не, не новое поколение звукоснимателей, на которых мы сейчас играем, они гораздо меньше, понят, даже если в сравнении, вот, если взять одни и другие, вот, поэтому сейчас немножко другое время, но, в принципе, я тебе могу сказать однозначно, что ты должен понимать, что все в пальцах, и не настолько ты зависишь от условий, на чем ты играешь, и поэтому ты потеряешься вдруг, если ты включишься в ламповый усилитель, я не считаю, что это правда, я не знаю, кому-то, может быть, так кажется, у кого-то какие-то такие люди... Если играешь в плагины, или в эффекты, или в тот же Helix, какой вот правильный бы звук, кранч выбрать, или там, дидрайва там навалить так, что прямо уши? Ты знаешь, я бы рекомендовал все-таки играть на всех звуках, играть на клей, не то, что ты играешь на клей, не понимаешь, то есть есть... ты вырабатываешь свои определенные технические приемы, и они относительно звука работают лучше, хуже, просто тот сам прием, просто, понимаешь, он сделан... ведь приемы исполнителя игры на инструменте, они появлялись со временем, в период изменения звуков, представляешь, когда-то же гитарный звук был каким-то определенным просто, вот, только чистый был, к примеру, потом пошли искажения, искажения, причем искажения дошли до такого максимума, приходится уже как-то пальцами перекрывать весь тот шум, который вот за счет того, что компрессии, за счет всего дисторшина, которые происходят, приходится гасить пальцами вот все шумы, которые... поэтому мы и придумываем новые техники исполнения, поэтому в периоды разные мы изобретаем новые технику исполнения, и как гасить в том числе звуки, вот, поэтому обязательно я рекомендую, ребята, играйте от самого чистого, на кранч переходите, играйте на самом большом дисторшне, но, скажем, если так, кратко я вернусь, когда я занимался со своими учениками, я им всегда начинал с чистого, потому что это самый, скажем, ну, знаю, самый легкий вариант для того, чтобы извлекать звуки. Эти звуки извлекаются легче, потому что все в твоих пальцах, у тебя не создается вот это, то, что только что я объяснял, вот этот, на кранче уже и на гейне, высоком гейне, уже появляется грязь дополнительная, которую ты должен знать, как ее гасить. То есть я его уже... я исключаю этого ученика от того, чтобы он... ему еще предстояло еще заниматься и тем, что думать о том, как гасить этот звук. Он еще не так далеко ушел в своих занятиях, чтобы этим владеть. Поэтому начиная с чистого звука. Когда ты уже более-менее опытный гитарист и ты хочешь играть и так, и так, и так, обязательно играй тоже на всех звуках. Обязательно надо заниматься. Вы почувствуете разницу, где больше сил приходится прикладывать, где меньше. Ведь задача и достижение игры на инструменте заключается в том, что вы должны со временем играть очень какую-то, скажем, сложную вещь, но при этом прикладывать очень мало усилий. Вот это тогда человек, можно сказать, что он достиг чего-то. А когда мы играем что-то такое, даже скажем, ну, пусть будет сложным, но когда ты прикладываешь туда столько усилий, что ты за это время уже вспотел 20 раз и там напрягся, и у тебя все тело, ну, как бы замерзло в каком-то определенном положении из-за того, что ты весь зажимаешься, вот эти все нюансы, это тебе будет мешать твоему развитию. Понимаешь? Ты не сможешь нормально развиваться, если ты зажимаешься. Поэтому процесс занятий для меня — это снять напряжение моего собственного тела, которым я сталкиваюсь постоянно, понимаешь? То есть иногда берешь гитару в руки, ты чувствуешь, что она так легко играет, сама по себе играет, как будто пальцы бегают вокруг них, и так легко извлекаются звуки, а иногда ты весь зажатый почему-то. Это наше физическое состояние, оно постоянно меняющееся. Ну, это очень сложно, получается, когда ты вот играешь особенно все эти агрессивные там металличку, любимую нашу, а ты думаешь, что в таком ритме люди, ну, максимально это все напряжено должно быть, это все, а на самом деле ты мне объяснил. Да, это правильно, потому что есть вещи, которые ты должен напрячь для того, чтобы сыграть. Но это означает, что ты сразу, как только это сыграл, ты должен знать, как отпустить. У тебя есть еще состояние, извини, что я тебя прервал, но просто есть состояние. Вот ты напрягся, но ты все, что происходит между нотами, которые ты играешь, ты умеешь, у тебя есть возможность снять напряжение. Понимаешь? То есть ты в этом же самом процессе, вот если сравнить, взять двух музыкантов, вот сейчас поставим их рядом, один будет напрягаться, и он как зажался, и вот так стоит зажатый. А другой зажался для того, чтобы света сыграть, но он все время вот так, зажатие у него, вперед-назад, вперед-назад. Зажался, когда надо сыграть, отпустил. Зажался, опять отпустил. Понимаешь? Вот тогда этот музыкант, он справится. Он, я вспоминаю, в семнадцатом году я приезжал в Москву, и у меня, до этого была целая неделя, я не брал гитару в руки, я приехал к моему одному другу, они попросили сыграть там мне какие-то вещи, и я, вот, я взял на дне рождения это было. Это было на сцене, это было все там с присутствием публики, все такое. Я включился в свой Хеликс, и во время концерта просто надо было начать с интро. Это была такая глупость, потому что за неделю у меня и за перелеты, и за все это, настолько пальцы были вообще деревянные, что просто они не двигались. И я, что бы я ни делал, в моем, ну, скажем, при моей подготовке уже, при моем опыте игры, при моих знаниях как расслабиться, при всем этим, я не смог ничего сделать, и у меня фактически как зажался, и ничего не мог играть. То есть фактически, ну, людям это как-то я сумел так замазать глаза, так, чтобы они этого, может быть, и не заметили, а я-то в себя почувствовал себя, как будто я кого-то обманываю в чем-то, понимаешь? Мало того, я себя чувствовал плохо, потому что я не мог расслабиться. Это было не очень хорошее состояние вообще, и физическое, и, ну, в общем, да. Вот в такие ситуации не хочется попадать. Для того, чтобы не попадать в эти ситуации, вот мы и занимаемся, ребята, мы поддерживаем свою собственную форму. Так же, как поддерживают, вот скажем, спортсмены, так же, как поддерживают люди, которые занимаются какими-то другими активностями, им нужна форма физическая. Вот здесь есть абсолютно одно правило, один закон, которым мы следуем. Мы занимаемся для того, чтобы прежде всего поддержать форму. После того, как ты поддерживаешь форму, у занятия твоего должны быть определенные, ну, просто дисциплина, которой мы следуем. Что мы делаем в этом процессе, что присутствует в этом процессе, как важный элемент твоего роста. Значит, важный элемент твоего роста. Первое, ты разминаешься. Второе, ты начинаешь уже творчески подходить к твоим занятиям. Ты можешь этими своими, скажем, упражнениями, если это упражнения были, или это может быть даже импровизация. Ты можешь просто расслабиться и играть, уходить сам в себя. Пробовать какие-то ноты добавлять все время, которые ты раньше не играл. Пробовал бы разные техники внедрять в те вещи, которые ты никогда раньше их не пробовал. Допустим, играешь эту же самую, скажем, фразу какую-то. А ты используешь какую-то технику, которую ты раньше не пробовал. Скажем, попробовал тот же самый свип на какой-то фразе, который ты и ищешь подхода к этому самому свипу. Ведь, понимаешь, свип, ты обычно, ты идешь, на каждой струне играется один раз. То есть, правая рука играет один раз. То есть, ты играешь. Вот, к примеру, я начну на шестой струне. Если я сыграл три ноты на шестой струне, то я все равно сыграл только первую ноту. Пинь. Понимаешь, правая рука моя сыграла. Это ты привык, что ты играл, к примеру, три ноты, все время надо было их играть, к примеру, каждую, там, скажем, alternate stroke, да? Или какой-нибудь еще downstroke. Или как угодно, как ты играл их раньше. Попробуй это сыграть по-новому, в какой-то новой интерпретации. Попробуй поставить вибрацию там, где ты когда-то не ставил. Попробуй вибрировать каждую ноту, которую ты играешь. Вот просто давать ей какую-то такую жесткую, может быть, с каким-то напряжением вибрацию. Ты от этого получишь определенный новый звук. Ищи новый звук. То есть это творческий подход к твоим занятиям. Это вот такая вот форма. Следующий этап твоих занятий. Вот, допустим, если ты взял, ты сейчас начал заниматься по 4 часа, то ты уже следующий можешь в эти 4 часа, следующий, третий урок твой, за этот 4-часовой промежуток. Ты можешь здесь уже просто вполне включить и просто играть какие-то вещи, которые ты играешь. Улучшать их качество исполнения. Там работать над исполнительской стороной вот чего-то, что-то конкретно. Ну и четвертая часть, ты можешь ее поделить себе. Взять, к примеру, творческо. Творчески подойти к тому, что сочинять просто какие-то конкретные музыкальные произведения. Мне кажется, что когда ты подбудешь себя, когда ты настраиваешь себя на вот на такой вот процесс рабочий, и ты приходишь вот, скажем, к третьему часу вот только к тому, что ты в состоянии сейчас творить какую-то музыку. Потому что наш мозг прошел какой-то такой процесс определенный, в котором творчество уже зарождается гораздо легче, проще. Если бы ты начал с творчества сразу, понимаешь, на первом, это было бы не занятием, потому что твой мозг не готов. Ты его должен настраивать. Это как нечто просто, я не знаю, как мы настраиваем звук на концерте. Понимаешь, ты не вышел на сцену, и тут же все зазвучало. Ты постепенно к этому подходишь. Как-то вот так, мне кажется, если это следовать вот такому определенному и вот так подходить абсолютно с дисциплиной такой, то у тебя будут совершенно другие иные результаты вообще. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как хорошо ты сказал, что надо сочинять какие-то свои темы иногда, но играть и чужие. У меня получается, я играю в огонь, а на самом деле сочиняю свою какую-то фигню, которая отдаленно похожа на огонь. Так, слушай, мы так все делаем. Абсолютно мы все то же самое делаем. Даже самый опытный музыкант точно так же поступает. Мы играем... Вот похоже, Ария, они учили Iron Maiden, а получилось Ария. Да. Получилось Ария, да. Ну, ты как раз ответил на ряд вопросов, которые были дальше по плану, но мне все-таки интересно остановиться на вопросе, как правильно оценивать свою игру. То есть вот ты играешь, и как вот не застрять на вот этом ощущении, блин, да я классно вообще рублю так вообще охренеть, блин. Вот как понять, что на самом деле нет? Вот какие-то есть методы понимания, что нет? Это вот тебе такое весело пока. Ты знаешь, эта тема такая весьма... Как оценивать свою собственную игру? Ты знаешь, не особо надо думать об этом, как ее оцениваешь, мне кажется. Ну, разумеется, мы всегда недовольны своими результатами, чаще всего. Даже хорошие, прекрасные музыканты, сколько они переписывают свои соло. Там я помню, Алан Холсфорд писался у парка Горького, писал какую-то песню. Он так был недоволен тем, что он играл, что он играл часа 4-5, там что-то, и никак не мог записать свое соло, которое ему уже все говорят, да слушай, классно, все классно, все ты классно играешь. Ну, что ты? Да нет, это все не то. Это все что-то у меня сегодня не идет. Или как-то еще так, понимаешь? То есть эта тема с нами, со всеми происходит. Это все случается. Мы все к себе подходим очень критично, как мы звучим, как мы играем, и как все делаем. Как оценивать? Я не знаю. Я никак не оцениваю свою игру. Я об этом мало думаю. Я думаю о том, как лишь бы создать что-то новое, что-то интересное, и чтобы мой источник вот этого прогресса моего, чтобы он не... чтобы он еще жил, чтобы он еще присутствовал, понимаешь? Чтобы он не погас полностью, вот этот источник. И вот над этим надо просто над собой постоянно работать. И от тебя пускай оценивает публика, пускай тебя оценивают люди, твои друзья, твои это самое. Пускай тебя оценивают. Вот, разумеется, ты должен понять, что если мы говорим просто на уровнях, что вот я сыграл как что-то, и сыграл плохо, я сказал себе, что я сыграл плохо. Это, разумеется, я не могу себе просто позволить сказать, что ой, как здорово я сыграл на какую-то хрень, которая только... дичь, которую только что прогнал. Понимаешь? Вот, поэтому я подхожу к этому очень вот так сугубо, смотря с какого вот угла мы подходим к этому вопросу. Если ты хочешь подходить критично к тому, к твоему уровню исполнения, да, ты должен правильно, и это и есть правильно, относись критично к тому. Но ты понимай, когда ты хорошо что-то сделал, когда ты не очень хорошо. Главное понимать смысл, потому что вот если здесь в голове складывается, есть понимание, есть знание, потому что в этом, в любом случае, все, что мы, чему учимся, время нам позволяет это вот вложить сюда в голову, как мы это делаем. И вот это называется знанием, когда это вложилось в голове. Это является знанием. Это знание, ты если применяешь его уже, будучи с этим, вот с этим опытом, с этими годами, которые ты вложил туда, это знание тебе позволяет делать вещи, которые и оценивать это очень правильно. Понимаешь? Вот все, что могу сказать. Сейчас будет время офигительных историй. Вот когда ты начал заниматься на гитаре для того, чтобы максимально повысить свой уровень, помнишь то время, о котором мы говорили, потому что в выпусках, когда ты по 8 часов, был какой-нибудь такой момент, когда ты выходишь на концерт, и такие, а что Валера ест, чтобы так произошло. Валер, как это, как было, какие-то вот такие вот моменты, когда, ну, твои друзья по группе, музыканты, с которыми ты играл, сказали, ого, ничего себе, это, как это, как-то, вот такие моменты происходили? Ну, ты понимаешь, дело в том, что я даже сам не помню, что я ел. Честно говоря, если признаться. Мы ели, что-то там, нас всегда чем-то кормили, там, просто поскольку мы гастролерами всегда являлись, и жизнь на гастролях, это всегда надо было договариваться в каком-то ресторане, что-то поесть, а что давали, вот, в общем-то, в основном, то и ели. Если какой-то был выбор, ну, хорошо, это прекрасно, если у меня было выбора, то, что есть, давайте, хорошо пойдет. Поэтому ели все, что ты знаешь, и честно тебе скажу, что я никогда не думал о том, что чего и что я ел особо. Я жил полтора года в Сургуте, и я никогда не думал о том, что я буду есть полтора года одну рыбу-минтай. Это вот было такие полтора года в моей жизни. Записали. Рыба-минтай. Рыба-минтай. Да. Это как раз тот случай, когда рыба-минтай как-то дала о себе знать, видимо, и повлияла на мои занятия, на инструменте, как-то весьма положительно. Но, скорее всего, оно мне отравило какие-то другие стороны моего здоровья, скажем, повлекло, какие-то, привело к каким-то последствиям, после, потому что, ну, был такой период весьма, знаешь, мы мечтали где-нибудь когда-нибудь курицу какой-нибудь в каком-то ресторане, чтобы была какая-то, ну, как-то не случалось там, в общем, картошка, рыба-минтай, и салат, помидоры, огурцы со сметанкой, все. И вот это было вот полтора года такой жизни. Поэтому ели то, что могли, а, в принципе, как-то с ума не сходили из-за этого, как-то ничего, вроде бы, пережили. Композиции. Какие полезно слушать композиции, ну, слушать и, возможно, играть? Наверное, это две, две такие графы, которые вот слушать что-то полезное, конкретное, чтобы расти как-то там, не знаю, как музыкант, гитарист, и что полезно играть? Потому что я знаю в интернете распространенное мнение, что вот мастеров папец, если играешь, что вот все, вот ты достиг цена. Слушай, на самом деле, сыграть мастеров папец, это надо поработать, надо достичь чего-то, чтобы просто сыграть эти все. Я никогда их не снимал, но я очень хорошо представляю сложность этой музыки, насколько ее сложно играть, услышав ее. Поэтому я могу сказать, что люди, которые это уже играют, играют здорово и звучат здорово. То есть это означает, что у него есть уже определенный опыт. Но слушать ему нужно музыку, которая, прежде всего, тебя привлекает больше. И, в принципе, для меня всегда как-то гитара определяла того, что я слушаю. Вот гитара... Потому что мне так хотелось играть на инструменте, играть здорово. Вот это было изначальной идеей всего того, что я вот себя посвятил музыке. Мне надо было достичь какого-то уровня в игре на инструментах. То есть я... Вот это мое стремление. Ну, а когда я занимаюсь на гитаре, я начинаю вдруг присматриваться вокруг, прислушиваться к тому, что могу я послушать. И я шел туда, за музыкой, где гитара играла большую роль. Понимаешь? Там, где гитара играет роль, куда меня как бы гитара сама звала. Поэтому я находил себе музыку вот такого плана, чтобы она меня заворожила и держала, и чтобы она мне давала новый какой-то стимул. Музыка нас стимулирует, то, что мы слышим. И я всегда... Я никогда не относился ревностно, скажем, к какому-то музыканту, который играл лучше меня. То есть после этого мне хотелось брать гитару в руки и идти, сидеть и заниматься. Понимаешь? И это вот является главным. Надо слушать музыку, которая вот тебя заводит. Надо слушать музыку, которая тебя вдохновляет на что-то новое, чтобы ты понял, что ты способен на очень многие вещи. И музыка имеет в себе эту силу. Вот она нас... Я не слушаю особо коммерческую музыку, которую... Ну, музыка, скажем, которая радио. Там, скажем, попса, которая крутится на радио. Я так сидеть ее никогда не буду слушать. Я лучше пойду послушаю какой-нибудь Марти Фридмана, потому что от него я получаю нечто такое, что мне хочется взять гитару в руки и пойти и опять поиграть. Понимаешь? И вот на этом мы строим. И то, что мы слышим, чем мы как бы питаемся, если ты говорил вот в своем предыдущем вопросе о том, чем мы питаемся, ну, вот в данном случае, чем мы питаемся в музыке, то, в принципе, мы должны питаться тем, что мы хотим делать, чем ты занимаешься. Вот как-то так я вот вижу, правильный был бы вариант выбора прослушивания музыки какой. Но я думаю, что любая музыка, она, в принципе, надо еще быть открытым. Вот, надо быть открытым к хорошей новой музыке. Не надо говорить о том, что вот это только это хорошее, а вот это плохое. Я всегда в себе просто ставил себе просто фактически крест на такие моменты. Я никогда в жизни себе не позволял это говорить. Я понимал, что есть музыка какая-то плохая, которая просто, она просто плохая, не особо качественная. Там я мог, был в состоянии оценить, дать правильную оценку этой музыки. Но при этом, чтобы просто так вот я сказал вдруг, рэп плохая музыка, к примеру, или это еще чья-то чужая музыка, или еще что-то, я не стану этим заниматься. Мне это неинтересно совершенно. Есть прекрасные артисты в этом жанре, есть прекрасная музыка в этом жанре, также есть, которые мне не особо нравятся. Ну и что? И в металле, и в роке, и во всем есть такая же музыка, которая мне просто совершенно не нравится. Я слушаю ее, мне не нравится, не вставляет. Понимаешь? Вот и все. Ну вот, возвращаясь в свои далекие времена, 10 лет назад, когда я бросил заниматься на гитаре, мне говорили там, ну вот послушай Ван Халлена. Ван Халлен же ж. Ван Халлен? Ван Халлен. И я слушал, и я ничего не мог для себя понять. Вот это параллельно я слушал трэш, и как бы, ну ты занимаешься на гитаре, надо слушать. Это вставляло. Надо слушать Ван Халлен. Знаешь, вот типа надо. Я слушал, пытался его полюбить, но это очень специфическое мазло, честно сказать. Да, ты знаешь, вот сейчас... Да, говори, говори. Да, говори. Сейчас я его по-новому оценил, но все равно мне это не нравится, честно сказать. Я тебя понял. Ты понимаешь, это очень сложно. Здесь определенный нюанс есть. Ты понимаешь, в тебе не было еще вот этой подготовки, вот что такое быть музыкантом, гитаристом настоящим, вот в тот период. Энергетика, которая несла для тебя трэш-музыка, там скажем, или еще что-то. Это было нечто другое, что тебя вставляло, просто совершенно с другой стороны, понимаешь. А Ван Халлена надо понимать тогда, когда ты как музыкант, понимаешь, что такое хорошо в музыканте. Ван Халлен это то, что есть хорошо в музыканте. Это есть уровень, это есть звук, это есть техника, это есть приемы, это есть все, которые ты не знал этих слов даже, по большому счету, понимаешь. Тебе нужна была вот эта энергетика, и все. Поэтому ничего страшного и в том, и в другом. Ну, слушал ты трэш, слушай ради бога трэш, и ничего страшного. То есть, в любом случае, ты понимаешь, скажем, даже для меня Ван Халлен музыка была не самая лучшая в мире. Но Ван Халлен гитарист, извините, для меня был точно в какой-то период абсолютно однозначно самой лучшей. И я на него очень равнялся и слушал его в основном из-за того, что я вслушивался в него, лично в его игру. А потом уже Дэвид Лирот или там Сэмми Халгар, кто лучше поет или кто хуже поет. Это уже нюансы, это уже детали. И то, что как музыка изменилась, один певец, другой певец, музыка вся изменилась, стала другой. Кто-то ее критикует, кто-то ее любит, кто-то еще чего. Я к этому подходил прежде всего, что я отдавал себе отчет, что это потрясающего уровня мировой музыкант. Это мировой музыкант. Это просто он оставил, он нас научил очень многих. Вот мое поколение, понимаешь, если мы учились на Ричи Блэкморре, если мы учились на Джимми Пейджи, если мы учились на каких-то еще других гитаристах и позже учились на уже, скажем, на Сатриане, на Стив Вайе и многие другие, Нуно. Ну, на Комбо или Мальм Стим и все такое. Ты понимаешь, эти все люди, они мирового уровня музыканты. Можно не любить их музыку, но их надо понимать, потому что они гении этого инструмента. Я вот только вот по-настоящему сейчас понял, в чем гениальность заключается. То есть есть вот такая музыка для музыкантов, которая очень техничная, ее слушают люди, которые за техникой идут. Я бы назвал Стив Вай, Сатриани, вот таких. Хотя у них все еще очень много мелодики. Но у Эдди получилось что-то невероятное. Он сделал невероятно техничную гитарную музыку, доступную для всех, вообще для всех людей. И когда я слушаю, здесь очень много его по радио играет, и когда я спрашиваю людей, которые вообще отдалеки от занятий, что они слышат в песнях Ван Халлина, они слышат в основном вот эту часть, которая не гитарная. То есть они слышат мелодию, песню. Мелодию. Они слышат, собственно говоря, музыку. Но гитаристы слышат вот эту невероятную технологичность, которая за ней скрывается. Ну, в общем, это эпохальное событие. Знаешь, мне музыка их все равно нравилась. Мне музыка их все равно нравилась, потому что, ты понимаешь, у человека есть еще такая скрытая тенденция, мы сами не осознаем этого, что слушая постоянно какую-то музыку, она начинает тебе больше и больше нравиться. Понимаешь? То есть это вот есть, мы подвержены вот такому факту, что в музыку начинаешь вот просто, почему радио работает? Почему радио изобрели для того, чтобы просто какую-то музыку абсолютно сделать ее массовой? Какие-то, потому что там была вычислена вот эта фишка, момент, как нужно, чтобы люди влюбились в какую-то музыку, как нужно задать то. Включил радио, ты едешь все время на машине и слушаешь одну и ту же самую музыку каждый день. Вот тебе и пожалуйста. Ты подсел на эту музыку. Я, как продюсер, постоянно работаю с какими-то треками. Я в конце дня отдаю себе отчет, что эта песня со мной мне будет сниться сегодня. Понимаешь? Потому что я с ней работал, я постоянно, она у меня крутится в голове, в башке, и я потом, видите, просыпаюсь утром, я ее все еще пою. Вот это такая фишка работает. Поэтому я, в конце концов, я любил Ван Халлина, я любил его музыку, мне металлика была ближе при этом все. То есть это нормальное, и мы все подвержены вот одному и тому же эффекту, который вот мы просто фактически это жизнь, в которой мы живем, вот она на нас вот влияет, и радио имеет свою определенную огромную силу на то, как мы и что из этого, какими мы становимся, и какие у нас вкусы вырабатываются. Но никогда не отвергайте, ребята, это самая большая ошибка, которая вот, вот это хорошее, это все плохое, даже это тот же самый металл. Скажем, понимаешь, или песня была одна, там, скажем, возникает у людей, как же могут одни и те же самые люди, к примеру, Лед Зепплин, Роберт Плант пел такую прекрасную музыку, как Лед Зепплин, да, был в такой группе, а потом уже в 80-х годах играл там типа песни типа Big Log, которую я очень люблю, и там много электронщины, там много чего другого. Я его никогда за это не судил. Queen сколько раз менялись, сколько, были периоды, что, да, мне казалось, ой, что они ушли от гитары и пошли в сторону Radio Gaga, к примеру, понимаешь, электронная вся такая стала и как-то чего-то ломало. Со временем вот мы смотрим назад и мы понимаем этих людей, почему они это делали, и как-то мы видим, что оказывается ничего страшного. Они в конце концов творческие единицы просто, понимаешь, и коллективы чаще всего они существуют из ни одного человека. Когда ты один, ты решаешь за то, куда тебе идти, и если ты постоянно будешь думать о том, что вот я должен следовать моему тому, что я начал, к примеру, я начал играть в круизе один типа музыку, типа крутится волчок, музыка, не вы послушает человек, и я должен всю жизнь остальное играть все такого же только плана. Мне было бы скучно, я бы за это время уже не знаю, куда бы я бы девался, я бы ненавидел музыку, наверное. Мне интересно себя находить в новых каких-то формах, мне интересно развиваться и чувствовать, что я попробовал и это. Я сыграл более сложную композицию, сыграл более простую композицию, просто песню, которую просто послушает масса людей, которых может быть то же самое «Милый ангел». «Милый ангел», который вот мы с тобой, спасибо тебе за, кстати, за отличную работу, которую ты провел, и ты очень сильно помог. Кстати, Иван-то реставрировал это все в видеоряд, поэтому это видео выглядит сейчас совершенно на другом уровне. Идите, посмотрите и зацените, лайк поставлю. Классная тема. Да. Вы ее пропустили зря в 2006-м. А я сделал ремастеринг этой песни, потому что она звучала ужасно, и вообще весь этот альбом снова твой звучал ужасно. Но смысл этого всего заключалось в том, что это был такой период времени, когда просто я написал просто массу таких лирических песен, и просто под какую-то определенную, где-то тяжелую, где-то менее тяжелую гитару все это как-то задорно там себе сделал вот такой альбом. И не было смысла там после того, как что я играл музыку в круизе, в карме там, как я мог себе позволить, к примеру, заниматься вот такой музыкой. Да просто музыка есть музыка, песня есть песня, понимаешь? Песни могут быть сыграны даже спетой на одной гитаре, и просто спеть ее можно, и сделать из этого всего что-то, из этой песни. Я думаю, люди не понимают, что вот так выглядит свобода. То есть свобода, она вот такая. Ты не заложник своего творчества. Ты можешь исследовать все, что хочешь. И люди как-то очень это плохо воспринимают, я не знаю. Ну, я тоже таким был. Да, я, к сожалению, не могу себя ограничивать все время в каких-то определенных рамках. Потому что мне сегодня нравится одно, а завтра мне понравится другое. Ну, что ж теперь мне делать? Что мне все ходить, возвращаться в прошлое и убивать себя за то, что я был каким-то вот таким тогда, а сейчас я другой. Мы этого не можем себе позволить делать, и надо просто быть более открытым к тому, что и это... Слушайте, в конце концов, тот же самый милый ангел кому-то нравится, кому-то не нравится. И это, в принципе, нормально. Ничего в этом страшного нет. Я не жду, чтобы все вдруг влюбились в эту музыку. Все подсели и сказали, Валера, вот это все класс, вот это супер, все остальное, то, что ты делал до этого, вообще ничего не стоит. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас, наверное, скажу ересь, но не знаю, может быть, мне так кажется. Наверное, лейблы виноваты на самом деле в том, что мы натренированы так вот воспринимать исполнителей. Потому что я уверен, если ты подписываешься, тогда я подписывал какой-то контракт с лейблом, они говорили, нет, нам вот этих щей еще побольше, и еще, пожалуйста, много-много лет вперед. Я очень сомневаюсь, что такое большое количество музыкантов хотело действительно играть все время одно и то же. И из года в год выпускать просто обновленную версию. Ну, кроме Iron Maiden. Им, по-моему, действительно это нравится. Ты знаешь, даже они менялись. На мой взгляд, они тоже имели просто, понимаешь, они менялись немножко в другом смысле этого слова, наверное. Они менялись своими песнями, понимаешь? Потому что Iron Maiden все равно слушали, воспринимали как какое-то там целое песенное направление, несмотря на то, что они все время их играли как в одном же самом ключе. То есть они не отходили от того, что, скажем, Металлика, в конце концов, там, когда выпустили Load и Reload, это была другая Металлика. Многие их ругали. А я, кстати, те альбомы любил. И я до сих пор их, кстати, очень люблю. Офигительные песни. И они более простые, чем Металлика Master of Puppets, понимаешь? И тем черный альбом. И по рифам они, может быть, слабее где-то. Или, ну, не слабее, но просто другие. Не слабее. Это неправильное слово. Мне интересно, я не знал, что их принято не любить, эти альбомы Load и Reload. И я послушал Металлику, но там все творчество. Ну, знаешь, как... Критика была огромная. А потом идешь к корешам, они говорят, да ты чего? Да нет, мы такое не слушаем. Ну, это же фуфловые альбомы, не слушай их. А я говорю, да нет, мне понравились тут просто тем. И как бы под давлением социума, получается, изменилось тогда мое мнение. А сейчас я понимаю, что как бы только я должен изнутри себя оценивать вещи, нравятся они мне или нет. Нельзя приходить к людям, и они говорят, нет, ты не понимаешь ничего. Бросай это. Да, да. Это ужасно. И, в общем, по поводу Iron Maiden и еще ICDC, наверное, в таком духе, это мне... Я такие группы вижу, как вот у них есть одна очень длинная песня, но очень классная. И вот она просто продолжается. Продолжается. Она продолжается, продолжается. Конца ей не видно, но она все еще очень классная. Вот все еще очень. Вот сколько лет играют, столько классно. Ну да, есть такие группы. И ты знаешь, в этом ничего страшного. Слава богу, что есть и такие, что есть люди, которые, наоборот, могут постоянно меняться, постоянно что-то новое внести. И, скажем, той же самой группе круиз удалось вот так перевалить из одного музыкального жанра в другой. И весьма успешно не потерять свой, понимаешь, статус на тот период, не потерять свое лицо. И несмотря на то, что были люди, которые отворачивались и сказали, ой, ну какой-то металл сейчас. Да, но то количество, которых новым поклонникам присоединялось к круизу, было еще больше тем, которые отсоединялись от нас. Поэтому, понимая вот эти две вещи и суметь это сотворить, мне кажется, это чудо. Это очень здорово. И наверняка это самое мое большое достижение в каком-то смысле в моей жизни. Потому что я такой человек, я человек, который постоянно меняюсь в какой-то форме. Я постоянно пребываю, иду по какому-то кругу, видимо, и в какое-то разное время. Может быть, я возвращаюсь назад, но это какое-то определенное кольцо. Это типа как гороскоп какой-то, знаешь, типа того. И у них есть везде свои какие-то определенные, точные какие-то моменты, которые мы должны будем там вот в данный период столкнуться и это сотворить почему-то. Какой-то определенный круг. Да, и мне кажется, что это и есть хорошо. И спасибо, что себе сам себе говорю за то, что я всю жизнь так вот и продолжаю не меняться в этом смысле. То есть не сходить с этого курса, понимаешь? То есть я постоянно что-то делаю другое, чуть-чуть новое. Мне все равно, кто меня что-то там критикует, кто-то про меня что-то говорит. Там, ой, Гаина, это уже все закончился там или еще что-то. Меня там настолько мало волнует, потому что я знаю, что я делаю. Мне главное быть довольным самим собой. Мне нужно, чтобы я увидел свой рост. И также я вам любому из вас могу сказать, просто относительно даже занятий на инструменте, что вы должны в этом процессе быть довольны тем, чем вы занимаетесь. Вы должны, так сказать, дойти до этого состояния, когда вы влюбляетесь в тот процесс. Процесс занятий на инструментах, потому что это настолько круто. И чем вы дальше себе позволите вот это развивать, ваше общение с этим инструментом, тем вы больше поймете, кто вы и есть такие. И вообще, что такое жизнь вокруг вас. И вы поймете такие вещи, которые, в принципе, ни один информационный канал, ни YouTube, ни телевидение, первый канал там, тем более, вот, вам никогда этого не расскажут. Только вы сами эти таинства найдете вот в вашем процессе общения с данным инструментом. Поэтому вот это как-то, как-то на этом основано. Наверняка все, что во мне меняется, это исходит именно от моего общения с этим инструментом. Он мне иногда дает вот туда идти, а иногда дает сюда идти. Вот и все. Такое познание себя через инструмент. Познание себя через инструмент, абсолютно верно. Это, причем, это самое, самое главное. Мне всегда хотелось в жизни становиться лучшим человеком. И оказалось, гитара, оказывается, может тебе ответить на эти вопросы. Как этого добиться? Как это сделать? Отличная мота для жизни. Отличный слоган. Каждый день надо становиться лучшей версией себя. Какое время лучше... Последние вопросы подытожим, так сказать, о гигиене занятий. В какое время лучше заниматься? Утро, вечер, среди дня или там где, когда. И когда понять, что надо, надо все-таки, наверное, все отложить. Ну, ты знаешь, для меня всегда вечерние занятия всегда лучше. Не знаю, творчество и занятия, в общем, в принципе. Вечер всегда как бы наш мозг так построен, что он наверняка воспринимает. Особенно, может быть, связано еще с тем, что луна, ночь. И в этом процессе что-то есть более таинственное, что-то более проникающее. И вот чисто творчески я всегда писал лучшую музыку. Вот не обязательно днем, а вечером. Вот мне вечер всегда давался, всегда интереснее. Но, если мы говорим просто о занятиях на инструменте, то это, в принципе, надо заниматься тогда, когда есть возможность. Опять же, с этого надо начать. И этим же надо заканчивать, потому что, в принципе, у каждого есть своя жизнь. И каждый, может быть, человек, который занимается еще чем-то либо в жизни, но при этом любит играть на инструменте. Таких людей я очень многих знаю, поэтому занимайтесь тогда, когда у вас есть возможность. Разумеется, разное время дня оно по-разному на вас воздействует. И вы это заметите. Иногда вам будет даваться легче, иногда вам даваться будет гораздо медленнее, сложнее. Это, опять же, такой момент, на который вы не должны обращать внимание, потому что главное, что у вас есть задача, которой вы следуете. Вы следуете изо дня в день одному и тому же. Вы хотите развиваться. Вам нравится, что вы делаете на этом инструменте. Поэтому играйте тогда, когда вы имеете возможность, но старайтесь дисциплинировать себя этому. Если вы начали как-то работать, если дисциплина всегда будет определять ваш уровень, вашего успеха. Приблизительно все, что я могу сказать на эту тему. Ну, нет, могу говорить очень долго. Не хочется просто загружать совсем всех вас, тебя, Вань, абсолютно. Вы же сами там в комментариях сказали, затянуто. Ну вот, все, все поотвечали, все. Закончили. По делу все. Заканчиваем. Я думаю, что да, можно завершать выпуск и, в принципе, прощаться с аудиторией до следующего раза. Я надеюсь, мы вас не перегрузили этим всем нашими беседами. И я лишь могу пожелать всем дальнейших прекрасных занятий. Нахождение самого себя через инструмент. Это хороший, важный какой-то, я даже сам для себя как-то сегодня нашел, эту фишку, что, в принципе, так мы и должны поступать. Подходить к этому именно с этой стороны. И я думаю, что у всех у вас все получится. Главное иметь вот этот главный драйвер, чтобы сидел в вас и двигал вас вперед, ребята. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо за все то, что вы есть с нами. До новых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok